Добрый вечер! В эфире программа «Персона Гратта» и у меня в гостях женщина, имя которой мне было знакомо много-много лет. Но встречаемся мы впервые. Заслуженный тренер Наталья Дубова у нас в гостях. Здравствуйте! Здравствуйте! Давайте начнем, что называется, сначала. То есть перечислим тех спортсменов, которых вы подготовили и даже неважно, довели до медалей или, может быть, передали кому-то другому, это отдельный разговор. В общем, тех учеников, чьи имена вам самой хотелось бы сейчас озвучить. А у меня нет выбора, потому что чемпионов нужно называть. Это, конечно, Климова-Пономаренко, это Усова-Жулин, это Грещук с Платовым, это канадская пара Борный-Кратц, это первые мои пробные шаги к чемпионству, спортивному чемпионству. Это Гаранина-Завозин. Ну и, конечно, большая-большая плеяда, я бы сказала, спортсменов, которые, может быть, и не стали олимпийскими чемпионами, а некоторые стали, но я их не могу назвать своими воспитанниками. Например? Например, Анисина-Пезерат. Эта история была, конечно, для меня очень странной, потому что, наверное, мы потом можем поговорить. Но это едва ли не одна из самых знаковых пар в танцах на льду. Их тренер позвонила, да, я не сказала и о своей спортсменке, которая ко мне приехала в 13 лет и отработала до пятерки мировой, и были на первом месте они самые юные на Скейт-Америке, тогда это было особо престижно на Скейт-Америке, это Навка Гизалян. И замечательная пара из Казахстана, которые, к сожалению, просто из-за каких-то личных своих дел перестали кататься, но они, в общем, для Казахстана, я очень любила эту пару, по-моему, вошли, боюсь, по-моему, вошли в десятку в мировую. Насчет Анисина-Пезерата, мне позвонил их тренер, замечательная моя приятельница, Мироэль, с которой мы много общались на соревнованиях, и сказала, не справляюсь, до Олимпиады полтора года, забирай. Я говорю, Мироэль. А как может не справиться тренер с парой, с которой он уже работает? А я думаю, что они очень, как же помягче сказать, ругались, наверное, между собой, и она, видя, что я такой жесткий тренер, так вот, который слежут за дисциплиной. Ну и тем более на русскую женщину найдете его право, да? На французскую, на русскую женщину. Да, и вот так они приехали к нам. Было всяких много моментов очень смешных и грустных. Но вот как-то мы это все выстояли. И, конечно, при очень тяжелой Олимпиаде в Солклэйк-Сити, когда просто, так сказать, к победе рвались русские, то выиграла французская пара. Я потом сделала ошибку во французском доме, когда обратился президент ко всем, значит, к команде. Шанс-Элизе пили шампанское, и была большая пресс-конференция, и хотели, значит, русского тренера, хотя я уже жила в Америке, когда тренировала их здесь, на сцене задавать ей вопросы. И вот, значит, по-моему, министр, боюсь соврать, спорта и труда, он задал вопрос, а как же выиграли эти спортсмены? Я говорю, ну, у русских могут выиграть только русские. Вот. Ну, была еще у меня пара, я считаю, что знаковая, но вот не знаю, как сказать, что борный кратс. Пара, которая, вы знаете, чем меня поразила канадская? Вы понимаете, что самый большой вид спорта, в Канаде это хоккей. И когда после соревнований борный кратс, их нужно было проводить по каким-то темным ходам из дворца, и просто это был шум, аплодисменты и так далее, то это, конечно, откладывало очень большую ответственность. Но вот с этой ответственностью мы, значит, не имеющие медали тогда, получили четыре бронзовые медали. Но вы же еще лед привезли в жаркую страну Израиль. Вы знаете, мне стыдно признаться, это очень большая наша жизненная, можно сказать, ошибка, наверное, что мы до сих пор не были еще в Израиле. Так что жара приехала к нам. Я поставила Галю еще в танце на льду еще в Москве. Потом они избрали свой путь, меняли партнеров. А потом, когда, в общем-то, оказалось так, ну, я не хочу сказать ничего плохого, но когда они приехали к нам домой уже в Канетскот, в Стэнфорд, и сказали, а почему говорят, что мы бегаем по льду, а не катаемся? Я говорю, ну, потому что вы бегаете. И вот так мы, значит, полтора года учились не бегать, а кататься. Много они уже умели, естественно, они были опытные спортсмены. И в конечном счете мне кажется, что они сделали, ну, и я в какой-то степени, историю в зимних видах спорта внесли в Израиль, потому что они единственные спортсмены на сегодня, которые получили шестое место на Олимпийских играх. Оно зачетное, оно почетное. И бронзовую медаль на чемпионате мира. Скажите, вот в вашей биографии было, ну, у многих тренеров, но у вас как-то очень много приходов и уходов. К вам приходили, от вас уходили, вы отказывались от кого-то. Чего было больше, во-первых? И вот так можно сейчас сформулировать, по каким причинам расстаются тренер и классные спортсмены. Это два разных вопроса. Я могу сказать о себе, почему расставались мы со спортсменами. Я, кстати, мало отказывалась от спортсменов. Единственная спортсменка, от которой я очень серьезно отказалась, потому что я хотела сохранить пару, но это уже другая история Усова-Жулин, поэтому я отказалась от Оксаны Грищук, которая просто стала двукратной олимпийских чемпионов у двух разных тренеров, Улиничук и Тарасовой. Что касается остальных вопросов, понимаете, я долго и без всяких на то, в общем-то, оснований поднималась в спорте. Знаете, почему без оснований? Мама – врач, а папа – математик-сопроматчик. Как это они допустили, что дочь вдруг ни врач, ни сопроматчик, ни музыкант, а какая-то фигуристка, профессиональная при этом. Понимаете, прятали коньки даже в шкаф, пока я не сделаю домашнее задание на фортепиано. Но ничего не помогло. Вернусь к концу. Фортепиано ничего не помогло. Фортепиано ничего не помогло и не помогло моим родителям. Но хочу вам сказать, что когда моя мама уходила на пенсию, проработав 42 года, может быть, многие наши слушатели знают, в Москве клиника заведовала отделением, в клинике Короленко. И все плакали. Она была замечательным доктором и замечательным врачом. Она говорит, что вы расстраиваете? У меня фигурное катание интересует гораздо больше, чем моя врачебная деятельность. И вот это как-то меня всегда греет. Сломалось все-таки. Да, да, сломалось. Ездил со мной на соревнования, когда еще я каталась. Что касается уходов спортсменов. Вы понимаете, поскольку я тяжело выбивалась, я все время сидела в овале льда. Я смотрела, что же происходит. Ну, что надо научить. Основы – это техника. Ну, где-то и папа математик. Основы, основы, так сказать. Потом, мне кажется, что я была открыта всегда к познанию. Я всегда... Мама меня устроила консультироваться к Соломиф Михайловне Мессерер, потому что ее родственница работала в больнице. Тогда это все вот... Нужно же было какие-то связи, понимаете? Вот. Я много раз стояла или сидела на периле, так сказать, в большом театре. Мне было все интересно. Единственное, что мне помогало не переносить ничего на каток, это, в общем-то, плохая память. Потому что я насыщалась, но придумывала сама. Ну, несколько факторов. Ну, это первое, что я не занималась никогда интригами и ни у кого никогда не забрала ни одного спортсмена. А второе дело... Ну, отдавать-то тоже жалко. Ну, жалко – это не жалко. Это маленькие трагедии, как вы назвали меня, большого тренера, да? Но, оказывается, это не... Понимаете? Ну, этому многое способствует. Помните, такой был на, по-моему, на Первом канале, или как он называет, Центральное телевидение, Чискидов вел спорт. Да, Сергей. И вот он, Сергей Чискидов, и вот он говорит, хороша и эта пара удобовая, и эта, но не много ли тренеру столько пар? А когда я понимала, имело значение, что я сенситивный человек, я плакала. Плакала и рассказывала своим спортсменам, делясь с ними, что это несправедливо, что они сегодня должны были быть первые на соревнованиях, а не вторые. А с другой стороны, их уже готовили, к ним уже подступали. Понимаете? В основном брали одни и те же, те же, которые брали у Мишина и Гудина, и нашего чемпиона. Видите, вылетело из головы. Плющенко? Плющенко, да. Это же тоже воспитанники Мишина, а не тренера, у которого они стояли, значит, так сказать, и Кулика. Ну, то есть вот мы видим соревнования пар, там, и одиночников, не имеет значения, любых спортсменов, на льду, а тренеры соревнуются, причем по очень скрытым от нас правил, под ковром. Ну, наверное, я не знаю, под ковром ли, на ковре, не знаю. Но, во всяком случае, мне не хочется нырять ни под ковер, и ни на ковре. Но я вам приведу пример. Например, ко мне когда-то подошел наш один тренер и сказал, а ты знаешь, у тебя канадскую пару, а я много вложила сил в канадскую пару, их уведут. Я говорю, что вы, как это, что вы? А он откуда знает? Ну, наверное, разговоры слышал. И оказалось так, что ассистент этого тренера, который потом все-таки добился и забрал, он просто женился на этой девочке. Борн. Не, ну, это, конечно, здорово, отчаянный такой шаг, но это нельзя повторять постоянно. То есть есть какие-то другие методы украсть спортсмена. Понимаете, я еще хочу вам сказать, вот мы ехали в студию, и я подумала, что вот момент, когда у меня, извините за такое слово, крали спортсменов, обрабатывали спортсменов, я потом решила для себя, хорошие спортсмены, что им уже предлагают, это да, но у вас воруют в том числе и деньги. Вы знаете, я вам хочу сказать, мы жили в России, в общем-то, в Советском Союзе, в определенном, естественно, достатке, у нас не было запасов, поэтому, может быть, та зарплата хорошая, которую мне давали, или, так сказать, муж, который хорошо зарабатывал, у меня никогда не было, я так была занята и так хотела сделать чемпионов, что все остальное у меня выходило, отходило на второй план, это честно, понимаете, в какой-то степени я ловлю сейчас себя на слове, и думаю, вот американский тренер стоит рядом, тренирует и говорит, ну что ты так переживаешь, что девочка тест не сдала, так она же еще уроки возьмет, понимаете, мне до сих пор, в мои, в общем-то, уже преклонные года, это дико, понимаете. Так, про года вы слегка переборщили, скажите, давайте, чтобы закончить эту тему, вот с теми спортсменами, с которыми вы, в которых вы под кровь и слезы вложили, потом расстались, с кем-то из них у вас остались хорошие отношения на сегодня? У всех остались очень хорошие отношения. Хочу вам рассказать, что я долго не была в Москве, приехала на чемпионат мира, который тоже очень долго не проводился в Советском Союзе, или в России, и вот в Лужниках этот чемпионат и нас, значит, нескольких тренеров и спортсменов, ну, я бы сказала, выдающихся спортсменов, я не буду говорить о тренеров, я была в этом же числе, приглашают на открытие чемпионата мира на встречу с Путиным. И вот мы туда приходим. И тренер, который уже попробовал поработать с моим спортсменом, он сказал, ну, птички, давайте идите сюда. Ну, получилось так, что вот, значит, мои спортсмены фотографировались со мной, я не знаю, так сказать, это не антагонизм, это ничего, но мне было очень приятно, что и даже в такой, я бы сказала, полуофициальной обстановке. Вы знаете, я никогда вот один довольно банальный и, в общем-то, глупый вопрос не задаю другим, и даже себе не задаю, но вам все-таки задам. Вот все у вас там есть, да, вот школа, имя спортсмена, вы обросли уже медалями спортсменов, и вы собираетесь, выезжаете в страну, где тоже есть тренеры, где другая школа фигурного катания, другие взаимоотношения в спорте. Во-первых, что вас сподвигло, и как это получилось? Вы знаете, мне как бы недозволено говорить о том, как ужасно, сильно заболел мой муж, посетив меня в турне по Соединенным Штатам, которые вы в меня долго не приглашали, это смешная история, могу тоже потом рассказать. И вот это была такая unexpected ситуация, сердечная ситуация, причем мы этим занимались в Москве, но, к сожалению, вот, может быть, упустили, не сделали анализ, который, так сказать, не сделали. И вот с течением обстоятельств вот просто спасли жизнь человека. До сих пор самый главный в Америке мой человек, это человек, который Семен оперировал. Семен, моего дорогого мужа, тоже, так сказать... Я понимаю вашу скромность, но здесь уже не надо быть скромным, но за это назовите его, потому что болельщики его знают и помнят. Это Семен Милициемин, и он не просто, так сказать, известный, выдающийся, он просто, на мой взгляд, гениальный спортсмен, и не только на мой, понимаете, он эпоха в спорте, и в советском спорте, и в международном спорте, и в мире. Вот, ну, то, что он сделал, я думаю, что он расскажет как-нибудь сам. Хорошо, вот вы приезжаете в Америку, насколько я знаю, работать вы начинаете в Лейк Плэйсиде, причем под вас создается, по сути дела, школа, и тут же вы начинаете понимать, что очень разные подходы, и у тренеров к детям здесь, и даже у тренеров к уже состоявшимся спортсменам, все по-другому. Вот в чем она, эта разница, и как вы снивелировали эту ситуацию? Понимаете, вообще, когда мы приехали, я проводила здесь семинары, после операции, которую сегодня перенес, в Калифорнию, я даже не понимаю, как мы переехали в Лейк Плэйсид, вот просто доехали, потому что я не могла отказаться от семинара. И это большой центр, который, так сказать, он штата Нью-Йорк, центр, то есть он государством. Ну, это олимпийский центр по спорту, если бы. Да, это олимпийская столица, одна из этого. Вот, и вдруг, значит, так сказать, я вхожу, меня приглашают после этого семинара в длиннющий, потрясающий какой-то величины кабинета сидит президент, потом я узнала, вот этой орды, которая называется, значит, вот этим центром. И он начинает расстегивать пиджак, рубашку и говорит, идите сюда, подходите. И я, так сказать, подхожу, и он говорит, посмотрите, я тоже перенес эту операцию, и мне здесь лучше, а это контракт, мы все учли, мы все знаем, подпишите. Я была в таком состоянии, что Сеня стал там лучше, и он стал немножко выздоравливать. То есть не обманул президента? Не обманул президент, но я не могла с ним советоваться, подписывать мне контракт. И я сообразила, только одно, я сказала, я не могу подписать контракт, не имея здесь своих спортсменов, которых я готовлю, это середина цикла к Олимпийским играм. Я их предать не могу. Это ответ, может быть, они могут, я не могу. И кто это были? И на тот момент там была куча спортсменов, не буду перечислять, потому что все они перечислены, там еще добавляется Навка, там добавляется еще какая-то пара, ну, так сказать, может быть, не... Нет, Навка знаковая, потому что я сразу взяла эту девочку с Украины, из Днепропетровска, и достигли мы с ней больших, в общем-то, результатов, они были уже и на пьедестале, на самом высоком пьедестале, вместе, Америка, самая молодая пара, и в пятерке мировой. Ну, в общем, это, так сказать, глубоко сердечное приглашение подействовало, и вы в Лейк Плэссиде. И мы в Лейк Плэссиде. Это было так холодно, и туристы, в общем-то, это такая специализированная группа, так далеко ходила пешком, и что, когда я попала снова в Лейк Плэссид, надо сказать, что до сих пор, до сих пор, я очень им благодарна, это был замечательный экспириенс. Лейк Плэссид, меня просто взяли как в среднюю школу и провели за 7 лет, которые я там проработала, не до 7 класса, изучая Америку, а преподавая уроки мне, просто жития-бытия в Америке. Ну, жития-бытия, я думаю, да, они могли вам преподать, но с точки зрения тренерского искусства, я думаю, поучить их могли вы. Дело в том, что это была определенным образом изолированная школа. То есть мне давался лед, мне давались видеооператоры, мне давались, я могла привести своих хореографов, мне давались неограниченные возможности по передвижению из далекого Лейк-Плессида, бесконечные переезды из Монреале в Европу на соревнования или из Нью-Йорка. Вот. Это была, в общем-то, международная школа по танцам на льду. Кончилось это все, забегая вперед, скажу, что в прошлом году, когда ушел на пенсию, дослужившись до генерального менеджера, человек, который принимал всю эту группу, колоссальную группу, которая, значит, ночью пересекала границу, и мы прилетели, только это было, по-моему, 17 человек, которые я взяла, еще я и тренера, ассистенты, которые приехали с нами в Лейк-Плэссид. Вот этот, значит, менеджер, и я говорю, Денис, знаешь, я хочу поднять тост, мы сидели, ужинали, за тебя, потому что были разные ситуации, я многое не понимала, и ты всегда помогал, и спасибо тебе большое. И он мне сказал, говорит, ты знаешь что, а ты просто не понимаешь, сколько ты для нас сделала. И мне это было так приятно, и так это было замечательно, что я, конечно, не полезла на вопрос, а что же я для вас сделала? Вы мне платили хорошую зарплату, вы никогда меня не ограничивали в работе, если я хотела вне школы давать уроки американским спортсменам. Но, конечно, главная задача, которую я видела, это не американские спортсмены, среди них были американские. У меня тренировались, как, кстати, ваша коллега, которая стала, по-моему, на NBC, она Сузи Вин, вот, тренировалась пар, который стал чемпионами США, очень модный в России постановщик и многократный чемпион США, Петя Чернышев. И это, конечно, понимаете, тоже огромный опыт. Но я видела задачу, которую... Меня не дергали, но я видела задачу, которую ставили передо мной, и у меня начала тренироваться вся Канада, потому что это, наверное, было, так сказать, удобно, близко, и жилье недорогое там было. Потом у меня появились потрясающие совершенно проекты. Это с Китаем. Я очень горжусь. Ну, тут уж никак до Канады расстояние. Нет. И Китай стал, вот, подготовившаяся пара, любимая моя талантливая пара, потом была и вторая любимая талантливая пара, они просто стали входить уже на... Не только квалифицироваться на участие в Олимпийских играх в танцах на льду впервые, но они стали уже там 15, боюсь соврать, в 20 лучших пар мира. Потом у меня появились ну, разные спортсмены. Это были из Германии, из Казахстана, из Узбекистана, из Украины, из Польши. Очень запоминающиеся контракты Ну, то есть вы в любом случае приехали в американскую Тулу со своим самоваром, со своей методикой, и никак ее потом не подделывали под американские методы. Нет, абсолютно. Японцы, совершенно улыбчивые, еще ничего не умеющие, но рвущиеся вперед австралийцы, которым потом я ездила и читала семинары для всех их тренерских эшелонов в Австралии. И очень... Конечно, если бы это не была бы Америка в нашей жизни, то я думаю, что это была бы Австралия, если бы уж что-то. Но мы никогда не собирались уезжать. Но скажу вам откровенно и очень серьезно, в тот момент, когда это случилось с Сеней, в общем-то, развалилась система обеспечения спорта. Да, там был многолетний провал, пока не стали выползать из этой ямы. Да. И когда ко мне появлялись, как, в общем, тренеру, ну, мягко скажу, вы мне делаете комплимент, а я скажу, на виду и, так сказать, на телевидении тренера, как я, то ко мне стали как-то к нам, потому что Семен много участвовал и все делал, так сказать, со мной пополам абсолютно в спорте стали какие-то совершенно непонятные для меня спонсоры, которые, если бы я встретила их на улице, может быть, я бы и отошла бы даже в сторону. В общем, спонсоров не хотелось этих. Скажите, вот вы перечислили, даже уже, я не беру ту российскую часть вашей жизни, она вся, естественно, связана с мотанием по городам и странам и весям. Здесь тоже вы весь земной шар уже вот описали, там читала лекции, оттуда приехали спортсмены, потом поехала на соревнования. А в Турцию сколько летало, создавая им танцы? Ну, с турками это отдельный разговор, у вас с ними даже по счетам гражданином Стамбула, наверное, тренируя их спортсменов. Мне даже квартиру хотели дать, сказали, только выбери Анкара или Турция, но я так и не выбрала, поэтому живем в Канетику в Стамбурге. Так вот, скажите, как в такой вот замороченной спортивной жизни совместима ли семья и такая вот работа? Я почему это спрашиваю? Потому что, ну, тоже у всех на виду, что спортивные семьи у спортсменов, у тренеров, наверное, уже все-таки это более взрослые люди, часто рушатся. И я понимаю, велик соблазн в фигурном катании, потому что особи мужского и женского пола особенные, отобранные. Но спортивные семьи не всегда прочны. Вы знаете, первое, что я хочу сказать про семью, что это всегда была главная и основная задача. Если 25 долларов за поездку, то 24 нужно было привезти. Не нужно, а хотелось привезти маме, папе, сыну, который подрастал. Сейчас уже сыну 48 лет, живет он в Европе, очень жаль, но жил какое-то время и в Америке. Так, он живет в Швейцарии, я хочу просто нашим телезрителям сказать, что жалеть тут нечего. А как же, мне жалко, это далеко, я же не могу подвинуть в Швейцарию. Внук, которому 22 года, заканчивает университет. Вот. Ну, тоже не здесь, не дома. Я могу сейчас это назвать, потому что фактически эта страна мне очень помогла, Америка. А вот есть ли вам сегодня, это такая больная тема у родителей, все хотят, ну, не все, но многие вырастить, если спортсмена, то чемпиона, если пианиста, то который выигрывает конкурсов. Забывай о том, что, в общем-то, и там, и там это искусство. Я вообще считаю, ваш вид спорта, что его надо из спорта вывести, отдать искусству, чтобы не было никакого судейства и просто, чтобы красиво танцевали. Вы сегодня помочь вот таким родителям можете, с одного взгляда. Вы можете определить вот этого ставьте на коньки, но это будет любитель, а вот этого... Вы знаете, вы читаете мои мысли. Во-первых, я хочу вас подправить, потому что Америка заставила меня потом, когда я уже, ну, в какой-то момент стала, совсем недавно отказалась от больших проектов, потому что большие проекты это большие самолеты. И как-то хочется уже вот приземлиться. Но я очень активно работаю в нашем замечательном новом дворце спорта, который также называется, как в Нью-Йорке, но это Челси Пирс, Стэнфорд-Коннетикот в Стэнфорде, там, где мы живем. И я хочу сказать, что меня пригласили ставить программу одиночникам. Я работаю с очаровательными детьми 12 лет, которые прыгают, я даже, так сказать, там подправляю, делаю, все, оказывается, разобралась я. Ну и, конечно, мои любимые танцы я консультирую. Но вопрос, который вы задали, вы просто, знаете, отгадали мои мысли. Ну то, что ломают иногда родители даже в жизни своим детям вот таким подходом. И самое главное, что они верят профессионалам. Вы знаете, мы давно хотим открыть стационарный или нестационарный, или по вызову по телефону центр, в котором можно сделать эволюэйшн, посмотреть ребенка. Причем, я думаю, что это не я только должна быть. Что значит посмотреть? Посмотреть ребенка, посмотреть, как он слышит музыку. Хотя, я понимаю, что можно потом научить, ну, я не хочу такое сказать, сами знаете, что... Вот. Посмотреть координацию, посмотреть какие-то вещи, которые мы называем это балетный выворд. Это все можно подправить, если нет, конечно, каких-то серьезных проблем в теле. Вот. Но, в принципе, может быть, этому ребенку, который вот я посмотрю и скажу, вы знаете, что здесь стоит побороться в фигурном катании, чтобы достичь, ну, я не знаю, здесь система тестов. Вот если ты добрался до золотого теста в танцах или в соло, или в паре, или в одиночном катании, то тебе, в общем, очень многие колледжи открываются двери, тебе дают скидки на обучение. То есть проиграть здесь он ничего не может? Проиграть ничего не может. Потому что он не станет чемпионом, но, во-первых, при нем останется спортивная развитость, которую по-другому никак не получишь. Да. А во-вторых, у него появится вкус, и он просто будет получать удовольствие от того, что он скользит по льду не так, как мы. Получает еще и бонус в ВУЗе. Хотя лично я всегда предупреждаю, когда мне приходят и показывают ребенка. Знаете, я хочу сказать вам без стыда, говорю я родителям и ребенку, но ребенку не такому, постарше, что я плакала, когда мои спортсмены получали серебряную медаль. Я максимально... Наверное, это плохо. Понимаете? Для тренера может быть и хорошо. Для спортсмена, который серебряную получил, тоже хорошо мечтать о золоте. Но ставить эту золотую медаль где-то там как цель для шестилетнего ребенка нельзя. Нет, конечно. Но вот посмотреть можно. Как-то у нас были даже мысли пригласить... Вот, казалось бы, нужно перекинуть на этой же консультации, чтобы люди не теряли время и показать ребенка, может быть, он хорош, такой он легкий. Я не понимаю, что значит лежит на воде. Понимаете? Или я не понимаю, что же нужно в гимнастике. Наверное, нужно преодолевать сразу, с детства, страх, то, что не нужно преодолевать в фигурном катании. Потому что это все движется, и, в общем, это ничего страшного. Наверное, кроме парного катания, на мой взгляд. Когда сумасшедшие выбросы... Да нет, когда вот эти маленькие девочки сейчас 4 оборота крутят, тоже, я думаю, страшновато. Страшновато, но я думаю, что это очень хороший тренер, который учит маленьких девочек. И они проходят такую школу, что им даже неудобно прыгать двойные уже прыжки, потому что они просто крутят больше. Но вот этот центр мне бы очень хотелось бы, а может быть, не центр, просто консультации. Я думаю, что мы, может быть, договоримся и дадим на Фейсбуке, и нам можно написать. И мне, и Семену. И мы с удовольствием встретимся, потому что это совершенно недалеко, где мы живем. И, может быть, посмотрим детишек и что-то подскажем. Тогда у меня остается к вам только одно предложение и приглашение. Во-первых, естественно, мы не договорили об очень многом. У меня осталось много вопросов. Это раз. Второе. Если вот такая методика заработает, вы могли бы прийти и рассказать, чтобы людям тоже было понятно, что это не просто вот пришли и Наталья Дубова глянула, подергала за руку, за ногу, сказала, этот направо, этот налево, а этого в мусорный ящик. Что это... Мусорный ящик – это не обо мне. Понял. Что это профессиональная методика, и ее буквально, вот, что называется, на картинках профессионально можно объяснить рядовому зрителю. Я почему это говорю? Конечно. Потому что это действительно проблема для многих родителей. А в спорт сегодня хотят отдать все. Мы с большим удовольствием, и я, и мой муж, с удовольствием этим займемся, сделаем это. Никого в корзинку, все в спорт. А что касается вашего приглашения, я с большим удовольствием соглашусь, потому что у меня столько осталось еще недоговоренного. Ну, я понимаю, если столько лет отработать на таком уровне в спорте, то да, конечно. А вы знаете, когда кончился большой-большой-большой спорт, то, оказывается, жизнь прекрасна, удалась, потому что было то, и столько красок, и столько замечательных молодых спортсменов, и такая интересная жизнь. Я, кстати, слышал это от многих самих спортсменов, когда они уходили, говорили, бо, да тут, оказывается, можно жить. Но проходило какое-то время, и они все равно говорили, что ничего лучше спорта для них в жизни не было. Вы знаете, что, если ты спорт просто начинаешь как-то немножко по-другому ощущать, как зрелище, или восхищаться. Ведь вообще человека губят в жизни. Вы же знаете, что? Зависть. Вот когда вы не знаете этого качества, то вот... А как можно без этого качества быть профессиональным спортсменом? Абсолютно можно. Белая зависть, я имею в виду. Нет, не бывает ни белой, ни черной, на мой взгляд. Всякая гадость? Абсолютно. Потому что может быть только восхищение того, куда ты должен подняться. И только от тебя зависит... И только это зависит от тебя, от обстоятельств может зависеть, конечно. Но их надо учиться преодолевать. Наталья Дубова была сегодня гостем программы «Персона Грата», тренер, именитый тренер фигуристов. И, как вы уже слышали, мы встретимся еще раз. Всего вам доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова